В Ижвинском районе столицы начался снос бывшего кинотеатра «Горизонт». Он был введен в строй всего 25 лет назад, на закате перестройки. Однако по прямому назначению кинозал проработал недолго. Кризисные 90-е сделали кинематограф нерентабельным. Гораздо большую прибыль приносили дискотеки и ярмарки. В прошлом году столичная мэрия продала кинотеатр с аукциона почти за 20 миллионов рублей. А в октябре на общественных слушаниях земля под зданием официально была переведена в зону для возведения жилья. Любовь Лапина была свидетельницей открытия и закрытия «Горизонта». Фасад бывшего кинотеатра исписан практически полностью. Но суть во всех фразах одна – «Гарик, прощай». Эти надписи жители района оставили в последние месяцы, когда уже точно стало понятно, что никакой реконструкции не будет. Горизонт попросту снесут. Теперь о его потере в равной степени сожалеют и молодое поколение Эжвы, и люди постарше. На эту картину сторожил Нина Васильевна, смотрится слезами на глазах. Заслуженные учители хорошо помнят, как в конце 80-х эжинцы открывали для себя горизонт. «Праздником было, праздником. Очень были довольны. Вот мы все обсуждаем, все недовольны. Везде это концентр, комик, культура, где-то там в углу, в какой-то квартире. Все расположены в четырех местах, читали мы. Вот сюда бы расположены все эти культурные учреждения. И было бы в центре и нормально, и хорошо». Судьба первого и единственного в районе кинотеатра на протяжении последних лет волновала практически всех эжинцев. В 2004-м на тот момент руководитель района Василий Гончаренко заявлял. «Это единственный в районе кинотеатр, и мы обязаны сохранить и развивать кино, как вид досуга. Это должен быть крутой, в смысле престижности, уровня и культуры, обслуживания проводимых мероприятий центр, куда бы приезжали люди из других городов республики». Был подготовлен эскиз и начались проектные работы по преобразованию Гаррика в современный развлекательный центр. Следовало реконструировать сам кинозал и закупить новую аппаратуру. В здании планировали разместить даже ресторан в мексиканском стиле. Стоимость работы на тот момент оценивали в миллион долларов. Впрочем, этот проект так и остался нереализованным. А возможные реконструкции заговорили в прошлом году, когда здание ушло с молотка. Однако новый собственник решил проще – снести здание и возвести на месте жилой комплекс. «Конечно, может, жилой дом хорошо. Хоть кто-то получит квартиру. На строителе дома живут. Вообще обваливаются и потолки, и полы». «Отношусь. Да, вполне положительно. Он уже давно не использовался, не работал. И если никогда его сейчас несут, там построят. Либо торговый центр большой, либо многоэтажку. Будет полезней».